Всем привет! Ну что, начинается вторая часть нашей сибирской обской эпопии. В первой части, как вы уже, надеюсь, посмотрели, мы прошли 500 километров вниз по Аби, от Новосибирска, и пришли на базу Чалково. Ну, собственно говоря, рыбу мы там поймали немного, особо не клевало, но полюбовались красотами Аби и, как бы, ну, немножко набили руку, скажем так. Вот сейчас это первая точка, где мы будем пытаться, серьезно пытаться, поймать реальный трофейный щуп. Будем стараться. Комплекта заряжена, хэви, экстра хэви, для того, чтобы можно было работать крупными приманками и тяжелые веса. В общем, Олег подходит, мальчасть в порядке, мы выспались, мы пошли. Я тут. Ну вот, из базы Чалково, по речке Корта, мы выползаем в борт. Ребята уже сходили, вернулись, говорят, все плохо, вода поднялась. Как всегда, мы приехали. Ну, на самом деле, ладно, посмотрим сейчас. Сегодня такой разведочный день, полазим, посмотрим, Олег посмотрит, что поменялось, я вообще пойму, где мы и что мы будем делать. Вот. И будем ловить, будем стараться. Самого очень хочется, здесь нередкий случай поймать десятки, вот ребята на прошлой неделе поймали четырнадцать. Вот. Будем стараться тоже что-нибудь такое большое-большое поймать. Собственно говоря, цель поездка-то сюда, вот народ, она и не так, поймать именно трофейную щуку хорошего рода. По классике жанра, вот тут куча мелкой беляшки, вот рядом... И пупок, видишь, это пупок. Это вот какое-то возвышение, это не просто коса, это еще возвышение на косе. И рядом маленькие папки, а тут метр-полтора стоят. Да. Короче, большую верим, вопрос клюли-кли. Встаем, побили чисто. Мест интересных много, кос мури, поэтому оптимальный вариант ловли здесь, это вставать и мы побили. Нашел беляшку, нашел рядом пастухов, ну, благо структурник позволяет пастухов, как вы видите. И все, и работает. Вот так на вываживание работает спайкер-2, который 20-80. Рыбка, правда, мелкая, но на печенье. То есть мы видим даже, что он, в принципе, нормально абсолютно гнется. Вот, и рыбу, и мелочи. Вот, мелочи. Это лучше так, чем никак. Опа! Не пачкаем в руки. Собственно говоря, это первая рыба нашей рыбалки. Вот здесь вот, на первой базе. Мелкая. Люди пришли вообще с нуля. Вот стая, крупная рыба, причем вот здесь на возвышение стаит. И явно что-то длинное и вытянутое. То есть это, скорее всего, щука. Клюнет, не клюнет, не знаю. Вот этот белях. Сейчас была злая поклевка судака. И вот я вот думаю, что нужно поменять на мандулу. Почему? Потому что он укусил заднюю часть приманки. И вот этих жопокусателей нужно покарать, чтобы потом вечером, возможно, зажарить его с лимончика. Филешечку. А может и отпустить. Падно, посмотрим по нашему настроению. Поехали. Стоим сейчас на русле, ну, рядом с руслом, на русловом свале. Видели там белую рыбу, а рядом продолговатые полосочки, структуру сканер. Думали, дай проверим. У меня с первого заброса сразу же поклевка. Виброхвост вот такого вот размера. У меня вот так наполовину был откусанный. Не откусанный, а покусанный. И это видно, что сюда чеклыки. Интересная штука на кренах, коряге рыбачить. Рыба, наверное, обалдела, говорит. Этот, говорит, тип еще на кренке и в корягах ловит. Коряжник, это когда делаешь один оборот, и цепляешь три ветки. Вот это коряжник. А это так, палочки на один ставим. Ладно, давай, давай. Иди сюда, решил башкой поболтать. Решил башкой поболтать. Подумаешься? Да? Полторожка будет. Не более того. Совсем литомский размерчик. 3,8 дюйма. Вот он крыет иногда. Но редко. И мало. Ну вот. Вечер, закат солнцем. Выкат судака. Судак мелкий. Полторашку. Ну вот, хоть поклевывает, то приятно. Потому что такой рыбалки на реке, я точно не ожидал. Третий хвост за день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, второй день на базе в Чалково. Ситуацию можно описать коротко. Не ловится. Не ловится потому, что каждый день вода прибывает сантиметров на 20-30-40. Мы очень везучие ребята. Мы устатанули из Новосиба. Вода пошла вверх. А мы идем, собственно говоря, перед водой и начали ее подъема. И вот та вода, которая сейчас вышла из Новосиба 5 дней назад, она пришла сюда. То есть, собственно говоря, в Ангую еще минимум 3-4 дня без клевия. И под самый конец нашей экспедиции, может быть, хоть что-то более-менее заклеет. Вчера опять толком ничего не поймали. Что там? Судачишки, щеренок. Сегодня, я думаю, будет так же. Офигительно. Пролететь 4 тысячи и, мягко говоря, получить рыбу чуть меньше, чем получили бы на ближайших московских водоемах. Но мы будем стараться. Доброе утро. Доброе, доброе. Он только не говорит, что клюет, поймали, все хорошо. Одну? Поклевка. Ага. Вчера нашли судачка здесь вечером. Вот сегодня встали пораньше, когда еще не клюет. У нас есть пару часов, попробуйте судачка поймать. Хороший. Так просто, знаю, царь и щука, но если он судак ловит, что-то попробует. Ищем. Вчерашние стаи пили, рассосали, сейчас он будет искать заново. Но это самая перспективная точка здесь, по-хорошему щуку, щуке по-хорошему судаку. Поэтому отсюда далеко бы точно все не уйдет. Ну, как всегда, как рыба, так звонок. Кто там у нас? Селедка. На селедку. Как вы мне надоели, господи. Кто бы знал, а? Себе-кзаве. Один судак. А это у нас спайкер, который 742-й к Саше. Вот что-то село не очень большого. Вот так палка, которая с тестом до 8-ти грамм работает на вывлаживание. Жаба. Маленькая. Тихо-тихо-тихо. Ну, она есть такая, боженькая, смотри. Трешка, а так как-то сделает. Как будто серьезно. Кирилл, фото на память. Ну-ка, давай-ка дальше. Ну что, подругу пофоткали, теперь мы ее отпускаем. А тут как-то... Да, это, конечно, не трофей, но уже хоть... И так? Давай, иди. Самый интересный размер племянки. Подклюет плохо. До этого ставили большие. Он поставил на ритм в 3,8. Короче, последние два дня вся рыба поймана на 3,8 ритм в 2, вся. Хотя, представляете, как будто Олег что-то ставил там, я что-то другое ставил. Ноль. Не хочет. Ставишь ритм на 3,8. Для этой местности вообще микро приманка, по сути. Клюет. Будем продолжать. Уходим из Чалкова. Две ночи перечевали, покрутились вокруг, сожгли горе бензина, рыба не клюет. И только у нас, вообще ли у кого. Две ловим в одну, две, три рыбки. И размер как бы, ну, я как говорю, включающий. Причина уже понятна. Пока мы шли, особо понимание не обращали. А вот сейчас, за два дня, вода поделась сантиметров на 40. Вода прет, соответственно, рыба вся разбежалась. Непорядка к ней. Самое обидное, что мы идем вниз, и вода едет вместе с нами. То есть, вполне возможно, за последние там 5 дней, когда мы застались с рыбалкой, мы будем все время идти вот с этой высокой водой. И ничего не ловить. Но мы не сдаемся. Бьемся до конца. Надеюсь, что что-нибудь профильное все-таки за эту поездку у нас будет. Ну, а там скрытие покажут. Пока больше четверки щуки не ловим ничего там на судака под точку. Это совсем ерень и мало. Для этих мест, можно сказать, вообще ничего. Потому что рыба здесь крупная есть, ее довольно много. Вы ее даже не видите, но она не реагирует вообще ни на что. Так, все, подходим на точку. Сейчас попробуем вот с 30, что-нибудь взять. Впереди у нас 200 километров и следующая база. Ловим. На корабле сено, а у нас ни одной поклядки. Очередная офигительная точка. Стоит рыба. Не клюк. Но мы будем стараться. Сейчас с ростом воды, надо их будет пробовать искать в корешниках. Потому что рыба жмется к берегу. И здесь ее найти будет полегче. Домой туда чуть-чуть. Посмотрим сейчас. Баклевка была. Вот она. Не, не большая, правда. Все, ну, подсак. Все, подсак нужен сейчас. На верх вытащу, коряк дальше между нами. Иди сюда. Все, протачил через коряк. Вот. Лешечка. Да ну. Эта щука была поймана на Spiker 2 742 MH. Сразу. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА День седьмой нашей экспедиции. Вчера погодка начала портиться. У нас всю ночь длил дождь. И вот сейчас покрапывает дождинка, и ветер небольшой. Встали в коряжник. Вчера получили массу поклевок в вот таком месте лова. Посмотрим, что нас из этого вылился. Поклевочка была. Уже что-то интересное начинается. Кирилл, что-то было. Врешь ты все, здесь рыбы нет. Из-за нормального поднятия воды вся рыба стала под берег. Ловим вообще на 10 грамм. Спайкер 721-822. Вот он и пригодился. Отя, 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 сбежал. Не, не сбежал. Щуренок. Но, честно говоря, при таком тотальнейшем бесклеве, причем не только у нас, по-моему, у всех здесь такая сейчас ерунда, радуется даже этой рыбе. Где они, сибирские трофеи? Нету. И, похоже, не будет. Нашли подводный амфитеатр с местами в три ряда. Здесь на верхом ярусе, на среднем ярусе, на третьем ярусе. Все в ступеньках. Интересно. У меня сейчас вес поменьше стоит, у Кирилла побольше. У кого клюнет первым? И клюнет ли вообще? Кирилл, вода там падает в Новосибирске. Вот и в Молчаново волна проходит. А вот там, в низах, кстати, Каргасовок, Нижневартовск, там потихоньку начинает расти. Ну, кажется, вода скатывается. Это радует, успеем ли мы. Не успеем. Твою мать, и вот так бывает. А поклевки даже толком не почувствовал. Коряжники ловят. Кстати, глобальнейший плюс местного коряжника, здесь нет дресины. Поэтому можно не сильно напрягаться, если плетенка легла на коряжку. Это вам не чебоксарка. Где, когда плетенка легла на коряжку, можно сказать, до свидания, приманки, рыбы, и всему остальному. И клюет. Ну, там, правда, клюет. Наверное. Сейчас. Вот сейчас по низу попрет мурь. Елки-палки. Барился как раз там, где мы собирались ловить недалеко. Черви там дождевые роются. Охренеть. Может, там, говорит, рыба глушенная плавает. Вот и зацеп. Коряги. Вчера мы слышали рассказ про то, как щука, которая питается семгой, имеет розовое мясо, так по вкусу лучше, чем семга. А представьте, на этой яме она питается осетрами. Ты поймай сначала здесь. Вот поймаем здесь щука, вот съедим, вот честное слово. Отвечаешь? Да. Только ты готовишь. А ты не умеешь. Умею, но не люблю. Я могу почистить тебе ее, филейку разделать. Хочешь, балычок сниму? Пузико вырежу, чтобы ты его обжаривал в кляре. Не, 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 он сам, сам, сам. Класс, это как? Давай, давай, давай. Это нормально? Да елка, здесь три с половиной. Здорово! Ну, наконец-то он поймал. Просто наконец-то, блин. Так. Детка, я так тебя ждал. Смотрите, какая рыбка. Безумие. Безумие. Ну, какие-то свеженькие, молоденькие, прорастают. Какая рыбка, свечка. Как дала, блин. Трешечка. Наверное. Окол трешки. А свечечку? А свечечку? На самом деле. Не-е-е. Я не буду ничего. Не-е-е-е. Вот так. Так. Опа. Опа. Опа, давай, оклюмывайся. Давай, 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 оклюмывайся. Давай, давай, давай. Ну, ну, все, пошло. Фух. Э-э-э. Жизнь налаживается. Сосать. Сколько? Шесть дней. Шесть дней. Самая большая четверка. Вымучивать еле-еле. И тут пришли чуть-чуть, и уже два хвоста. Если повезет, будет еще подряд. Причем такие уже нормально, уверены. Прям подряд, слушай. Это выход, ребята. Это выход. Смотри, поменьше. На всякий случай, вот так работает спайкер 722 Yamaha. До 42 грамм. Опа. Фух. Блин, ну не надо мне ее, а. Ну, надоели они мне. Ну, это трешка ровная. Да, где-то трешка. Одна точка. Раз, два, три. Играем дальше. Ушла. Дневники нашей почти провальной экспедиции. День шестой. Собственно говоря, на пробиле осталось примерно 100 километров. Сегодня мы увидели свет в конце тоннеля. Прямо пучка солнышка. Причем как в реале, так и на порыбе. В общем, щуку мы сегодня нашли. Пусть она не сильно крупная, где-то самая большая. У меня сошла килограмм, там, шесть, наверное, семь. Вот. То, что в руках подержали, пять с копинками. Но как мы нашли ее в некотором количестве, и уже поняли, что самое главное, где она стоит. На самом деле, вода продолжается пребывать. Рыба в шоке. На обычных местах ее нет. Нашли ее под стенкой в рептом коряжнике. Обязательно должно быть почти полное отсутствие плечения. И граница струи, и почти стоячая воды должна проходить примерно пол-четырем метров. И вот там-то она у нас оклевалась сильно. Вот. Соответственно, рептии коряжки мешают жить, поэтому мы все равно, как бы, либо обсет, либо пролок. Ноги наотрывали, но в любом случае уже хоть чего-то дельное поймали. То есть, а если есть понимание, дальше будем стараться работать уже на результат, на обрубление. Вот как-то так. Быстро-быстро идем к промерке, потому что через полтора часа будет уже темно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok